Новоселье откладывается. Около двух тысяч дольщиков не могут въехать в квартиры в микрорайоне Европейский. Чтобы отстоять свои права, люди вышли на митинг. Дольщики Европейского собрались на площади у областного центра культуры. Люди пришли с семьями, в руках плакаты с лозунгами. За жилье в микрорайоне Европейский дольщики начали платить с 2013 года и уже должны были въехать в свои квартиры, но остались в прямом смысле без крыши над головой. У многих даже еще не построены стены. Люди вынуждены снимать квартиры, при этом выплачивать ипотечные кредиты. Кто-то вложил в жилье материнский капитал. К моему договору первый квартал 17-го плюс на передачу 4 месяца. То есть в августе мы должны были квартиру получить, но на этом месте стоит каркас. Просто каркас. Без стен, без всего. И стройка на них не ведется. Значит, 2016-й плюс 4 месяца мы должны будем въехать 1 мая. Не въехали. Переносят сроки. Раз перенесли людям, люди подписали. Второй раз на 18-й, на конец 18-го года. И сколько мне ждать? У меня ребенка 12 лет. У меня у самой нет прописки. Как нам жить? У меня временная прописка. Я рассчитывала, что и жилье получим. Я живу сейчас на съемном жилье. Самое плохое жилье снимаю. У нас нет ни канализации, ни горячей воды. Хорошо, что ребенок ходит в секцию, там купается. И долги, и ипотека. Все. Все выплачиваем. Только не строится. Это не первый митинг дольщиков европейского. Они уже собирались на строительной площадке. Кроме того, разместили в интернете онлайн-петицию в администрации президента. Под ней уже больше 700 подписей. Люди хотят одного – получить свое жилье. В этот раз к дольщикам пришел представитель фирмы-застройщика компании «Экстроймаш». Она входит в группу компании «Су-5». И объяснил, что построить вовремя дома не получилось из-за недостатка финансирования. В то же время заверил, что стройка продолжится и людей не бросит. Но придется подождать. Что касается планов наших на этот год, мы планируем в сентябре месяце сдавать 22-й дом, блок секции 5-й. До конца года планируем передать еще около 370 квартир. Это в планах сдачи жилого дома номер 22А полностью. И в планах до конца года сдачи 10-го дома. Средства на достройку этих домов мы сейчас привлекаем. То есть уверенность есть, что это будет сделано. И 8-й, 9-й дом планируется к достройке в следующем году. 8-й, 9-й дом. То есть если программа по достройке будет реализована, задержка, конечно, есть. И она будет, к сожалению, от нее никуда мы не уйдем. Но в любом случае мы жилье будем настраивать.